Помните еще такую передачу Орел и Решка? Раньше я ее достаточно регулярно смотрела, и всегда было интересно сравнить впечатление от мест, где я уже была. В одном из сезонов под названием На краю света, ведущие отправились на Борнео, и как я обнаружила уже после своего возвращения из поездки, мы побывали в одних и тех же местах. Так что сегодня в видео мы отправляемся по следам Орла и Решки в джунгли Борнео, естественно, следуем мы за тем из ведущих, у которого было всего 100 долларов. Так что садитесь поудобнее и поехали! Всем привет! Меня зовут Елена, вы на канале За мечтой, дайвинг и путешествия. И мы продолжаем наше путешествие по Борнео. После реабилитационных центров урангутанов и медведей в Сепилоке, о которых у меня было отдельное видео, у нас осталось чувство некой недосказанности, потому что, несмотря на всю их явную полезность, для посетителей центры все равно оставляют ощущение, что ты наблюдаешь за животными в своеобразном зоопарке. А как дайвинг-конструктора под водой мы привыкли к более близкому общению с природой и дикими животными, которые просто занимаются своими делами. Но при этом к длительным походам по джунглям мы были не готовы. Точнее, это мой бадди был категорически против. Поэтому следующим пунктом нашей поездки стала река Кинобатанган, где разнообразную живность можно посмотреть в относительном комфорте, катаясь на лодке. Кинобатанган – это вторая по протяженности река Малайзии, берега которой, по заверению интернета, просто кишат разнообразными животными. Вдоль реки расположена защитная зона, куда истекаются многие представители местной фауны, которых неумолимо теснит цивилизация в виде бесконечных плантаций масляничных пальм. На реке есть два главных населенных пункта, куда приезжают путешественники. Это деревни Сукао и Белит, плюс несколько резортов или лоджий для туристов. Добираться туда без машины достаточно занарочено, регулярного транспорта нет, поэтому, как и многие, мы забронировали тур, куда уже входит трансфер, проживание, еда и, конечно же, поездки по реке. Тур мы купили в хостеле в городе Сандакан, где останавливались на одну ночь. Забавный, кстати, такой олдскульный хостел, со стенами раскрашенными в виде психоделического детского сада. Это, кстати, единственный отель в городе с очень высокой оценкой, но переночевав тут один день, мы решили, что, наверное, наши дни хостелов уже прошли, и мы, как говорится, слишком старые для этого дерьма. Тур мы забронировали на две ночи. Стоил он 567 ренгит на человека, то есть примерно 10 тысяч рублей или 130 долларов. Не дешево, но учитывая, что эта цена покрывает полностью все расходы на три дня, цена получается очень приемлемая. По дороге автобус подбирает народ не только в других отелях, но и прямо в аэропорту Сандакана, что очень удобно, если время на поездку ограничено. Только надо заранее списаться с турфирмой или отелем и отправить депозит. Продают также туры с одной ночевкой и даже однодневные. Но, если честно, ехать на один день смысла особого нет, так как только дорога в одну сторону занимает два часа. Разные отели и турфирмы предлагают поездки в разные резорты на реке. Мы ехали в отель Сукао Natural Belit Resort. Это один из популярных отелей, я бы сказала, средней ценовой категории. Есть там и гораздо более дорогие резорты для любителей комфорта, а есть и настоящий лагерь в джунглях для любителей экстрима, где как раз останавливалась ведущая Орла и Решки. По приезду гид рассказывает о программе на три дня и объясняет правила проживания. Главное правило тут закрывать двери и не оставлять ничего ценного и съедобного без присмотра, так как прямо по отелю бегают толпы очень диких обезьян. Условия тут, конечно, очень спартанские, зато тишина и вид на реку. Первый день нас ждал неприятный сюрприз – в отеле не было света. Причем электричество, видимо, отключили во всем районе, так как даже связи не было. Вот такое единение с природой. Ну что, первые впечатления неоднозначные. Нет света, нет связи. Спросили, а всегда нет связи? Ну, не всегда. Я говорю, завтра будет. Возможно. А когда будет свет? Возможно, к ужину. Посмотрим. Для начала небольшая экскурсия по территории. Вот так выглядят домики. Мы бронировали стандартный номер на двоих. Есть тут и дармиторий, и более дорогие условные делюкс-бунгало на берегу небольшого прудика. Вот эти домики побольше. Здесь дороже номера в повышенной комфортности. У них вид прямо на воду. Вон там, если видно, обезьяны пошли шакалить по номерам. Сидят прямо на заводке. В номере, в принципе, есть все необходимое. Вентилятор, кондиционер. Который, правда, плохо работал, но, по большому счету, он нам нужен был всего на пару часов днем. А ночью было достаточно прохладно. Зато тут был отличный напор воды, в том числе и горячей. Туалетные принадлежности и стеклянные бутылки. Куда можно набирать питьевую воду в ресторане. Магазинов в округе нет. В принципе, все. Вешалку, куда можно одежду повесить. Самое главное, много розеток. Больше, чем в некоторых отелях. И ванная. Ванная очень приличная. Даже фен есть. Самое главное, какой душ. Вода горячая, кстати, отлично течет. Тоже необычно. Дикие обезьяны тоже предоставляются бесплатно. Они тут везде. Особенно активизируются в первой половине дня после завтрака и до обеда. Мартышки очень наглые и совсем не боятся. Иногда они перегораживают мостки и не дают пройти. Пришлось даже пару раз с ними поконфликтовать, когда они не давали мне дойти до ресепшена. Мы в осаде. Мы в осаде, а они в засаде. Фима, мне не пройти. Пшш, пшш, пшш. Пшш. Он без лапки. Ничего себе. Проживание включено трехразовое питание на шведском столе. Чайпитие в 4 часа дня и безлимитный чай-кофе. За отдельную плату можно купить мороженое, газировку и кое-что из алкоголя. Только цены тут, естественно, будут завышенными. Что у нас сегодня на ужин? Даже не курица, биф, говядина, даже не рис, картошка, тушеные овощи, салат с майонезом, почти маринованные огурчики. Еда, кстати, была очень даже неплохая, а по малазийским меркам даже вкусная. И когда к вечеру первого дня наконец дали электричество, место нам стало нравиться. Главное поймать волну, никуда не спешить и просто наслаждаться тишиной и покоем. Кроме противных обезьян, в ресторане тут постоянно обретается очень симпатичная белка, которая пьет остатки чая из кружек и подъедает то, что оставили туристы. В наш тур на две ночи входило четыре речных круиза, два рано утром до завтрака и два после обеда. Поездки на лодке длятся по два часа. Гид выбирает направление в зависимости от времени дня и переговаривает с другими гидами, если они увидели на реке что-то интересное. Плюс река Киноботанган имеет множество притоков, поэтому не приходится все время ездить по одному и тому же месту. Ну что, погнали на первый трип. Водные жилетики. Естественно, как и в дайвинге, тут все зависит от удачи, времени года, погоды и вообще как звезды сойдутся. С погодой нам повезло. Дождь был только пару раз. Один раз во время обеда. И было очень приятно посидеть в домике, слушая дождь. А вот во время прогулки на лодке дождь уже мешает. Мокро, холодно и животные будут прятаться. Ведущей орла и решке, кстати, с погодой не повезло. Можете сравнить, как река выглядела у нее и во время нашей поездки. В общем, я думаю, мы оказались в золотой середине по впечатлениям. На Борнео есть так называемая Большая Пятерка. Самые главные животные, которые привлекают всех любителей дикой природы. Это орангутан, барнейский слон, обезьяны-носочи, грибнистый крокодил и птица-носорог. Так вот, орангутанов и слонов в дикой природе нам увидеть так и не удалось. А крокодилов, носочей и птиц-единорогов мы насмотрелись вдоволь. При желании можно взять на прокат бинокль. Но лучше, конечно, запастись своим, как и камерой с хорошим зумом. У меня, к сожалению, такой не было. Поэтому всю красоту буду показывать издалека. Но даже если совсем не повезет с животными, виды на реке, особенно в утренней дымке и на закате, просто потрясающие. На утренних круизах нам больше повезло с крокодилами. Их тут огромное количество. И по рассказам гида, они до сих пор периодически нападают на зазевавшихся рыбаков. Даже на лодке подплывать к самым большим из них было страшновато. Грибнистых крокодилов еще называют морскими или соленоводными. Так как они могут жить и в соленой воде. Но предпочитают нижние течения рек и мангровые заросли. Вырастать они могут аж до 5 метров в длину. И бывали случаи нападения грибнистых крокодилов даже на акул. Вот такие опасные красавцы. А вечерние круизы – это, безусловно, время обезьян-носочей или пробоскисов. Потому что ближе к вечеру они спускаются к воде и обустраиваются на ночлег. Носочи, как оказалось, отличные пловцы. И в случае опасности они просто могут сигануть с дерева в реку. Живут носочи обычно семьями – из одного альфа-самца и самок с детенышами или стаями молодых самцов-волостяков. Обитают пробоскисы исключительно тут, на острове Борнео. Название свое они получили, естественно, из-за выдающегося носа, который есть, правда, только у самцов. Назначение крупных носов у самцов неизвестно. Возможно, он служит для сексуальной привлекательности. Чем больше нос, тем больше шансов впечатлить и завоевать самку. По другой версии, размер носа определяет статус самца в группе. Самцы, обладающие крупными носами, занимают более высокое положение среди сородичей. Также предположили, что большой нос позволяет самцам издавать более громкие звуки. Если честно, я надеялась увидеть в лучшем случае одного-двух носочей. Но реальность превзошла все мои самые смелые ожидания. Птицы-носороги или хорнбиллы – это еще одни участники большой пятерки. Очень красивые птицы, которые, к сожалению, не получилось снять достаточно близко. Зато на второй день мы уже стали различать разные их подвиды. Кроме речных круизов, в тур включена дневная прогулка по джунглям вокруг резорта, на которой мы ничего особенного не увидели. Кроме слоновых какашек, гид сказал, достаточно свежих, потому что днем все животные обычно прячутся. Зато гид рассказал много интересного о поведении животных и о том, что большая часть лесов вокруг реки относится к вторичным джунглям. Это значит, что когда-то лес тут вырубили, он вырос заново. Еще он рассказывал об усилиях по сохранению и восстановлению природы вокруг реки. Например, через реку натянули веревки, чтобы орангутанам, которые не умеют плавать, было легче мигрировать в условиях, когда джунглей становится меньше. За дополнительную плату можно также прогуляться с гидом по джунглям ночью. Это уже должно быть интереснее. Но так как я уже была на подобной экскурсии в Сепелоге, в этот раз решила, что впечатлений достаточно. Можно даже поехать за 90 ринггит на ночной круиз по реке. Но гид честно признался, что полнолуние – это не лучшее время, и ничего особо интересного не будет. Река Киноботанган – это отличный вариант для ленивых туристов или семей с детьми, посмотреть хоть одним глазком на дикую природу Борнео, без долгих пеших походов по джунглям. И традиционный совет от меня, как и в случае Сепелока, не торопиться, а остаться тут с ночевкой, чтобы лучше прочувствовать атмосферу этого места. Спасибо за просмотр! Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео про путешествия и дайвинг. В следующем видео мы возвращаемся из джунглей в подводный мир. Сейчас Ленка покажет мастер-класс игры на чугунных сковородках. Да, Ленка, барабанщик из вас так себе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok